Но мы продолжаем честные обзоры с Аллой Глывой, директором агентства горящего путевок Турбар. В предыдущем видео говорили про Royal Grand Champ, в этом видео Concorde El Charme Front. Concorde El Charme Front. Почему-то мне его хочется в шарме, потому что он в шарме шейки. Потому что он в шарме, да. Здравствуйте для тех, кто присоединился. Говорим про Concorde. Почему? Какой-то тоже был у меня период времени, буквально до недавно, я перестала его продавать. Хотя до этого он был одним из любимых отелей. Почему и почему вернулась к продажам его снова? Ну, во-первых, каждый раз, когда отель уже очень-очень прям кричит, нужна реновация. Я как-то притормаживаю с продажами, потому что очень много есть вопросов. И он никогда не стоил, как отель, который просит реконструкции. Поэтому, собственно, не продавала. На данный момент все хорошо. Была недавно реновация. И последние отзывы вот перед Новым годом, после Нового года, в конце января, все время продаем. Не было еще негативных отзывов. И так, что же в нем хорошего? Ну, во-первых, он рядышком с Сохо. То есть, вернусь к тому, что это опять звезд, все включено, шарм. То есть, это практически вышло из отеля, у тебя сухо. Три минуты, у тебя есть где погулять, посмотреть на поющие фонтаны, променад под боком. То есть, все хорошо. Второе, этот отель всегда делал акцент на анимации. Здесь всегда было весело. Вот, не знаю, постоянно какие-то там они катаются, бананы, не бананы. На пляжу всегда все танцуют, возле бассейна что-то происходит. То есть, здесь все время какая-то тусовка, все время весело. Соответственно, все понятно. Едут сюда люди, наверное, вот такой веселый отель, потому что те, которые любят потусить, и тусят они как в отеле, так и рядышком на Сохо. Прелесть этого отеля еще, наверное, в том, что через дорогу находится второй отель, как город Эль Салям Спорта, о котором мы поговорим в следующие 10 минутки. Прелесть чем? На территории этого отеля есть горки. По тому отелю мы немножко позже пройдемся. Соответственно, если вы проживаете в Конкорде Эль Салям Фронт, через дорогу на второй линии вы можете пользоваться бесплатно горками, что тоже, скажем так, комфортно для отдыха, когда вы отдыхаете с детьми. Стандартный All-Inclusive до 24-3 часов. Завтра кабель-тужин. Бассейн на территории, да, а-ля карты. Есть бары у бассейна, есть у ресторана. Подогреваемый бассейн, конечно же, есть. Анимация, правда, проходит просто практически на каждом уголку, где можно придумать. Все это по расписанию. Русскоговорящих людей достаточно и работает, и отдыхает. Это тоже надо учитывать. Опять-таки, если вы любите гулять не только по променаду и по Сохо, в вашем распоряжении не один отель, а два. Понаматывать круги, если не хочется, прям, да, по центру все время ходить, среди кафешек и толп, а по зеленым улочкам и мостикам отелей, двухэтажные, трехэтажные, по-моему, бунгала по территории. Что хочется отметить? Отель часто забит. То есть, здесь всегда хорошая загрузка. Да, хорошая загрузка, соответственно, из моментов, которые могут возникать, это то, что нет достаточно лежаков или нет достаточно столиков, или надо ждать, чтобы какое-то блюдо быстро разгребли и принесли. Кстати, по поводу блюд, на питание жалоб тоже нет. Да, есть акцент на то, что есть что выбрать, голодными не останетесь. Что касается деток, анимация здесь, конечно, тоже есть, детский клуб есть. Все, как обычно, с 4 до 12. И по еде отдельно, вот прям детского стола нету, но, как отмечают семьи, которые вернулись, были детки 5 лет, были детки 7-8. Ездила компашка, детям было что найти покушать, в течение дня какие-то фри, есть какие-то макароны, курица, что там еще любят дети, утром молоко с хлопьем. То есть, в принципе, есть чем накормить ребенка. Да. Пляж. Пляж. Ой, по поводу пляжа. Почему я сделала акцент, обратила внимание на то, что могут быть моменты с лежаками, потому что пляжем пользуется и вторая линия, а, соответственно, это нагрузка двух отелей на пляж. Это акцент, это ни в коем случае не хочу обратить внимание как минус, потому что отель все равно достойный. И да, надо немножко раньше занимать, или многие с утра, например, у бассейна после обеда на пляже, то есть у каждого свой распорядок уже подгоняют под себя. Что касается кораллов, здесь очень хорошие кораллы, небольшой понтон, он короткий, рыбок достаточно. То есть для тех, кто любит покупаться и действительно посмотреть подводный мир, здесь есть что посмотреть. Вот сейчас на фото видим. Да, у нас видно, что понтон не длинный. Очень часто, кстати, почему-то просят меня обращать внимание на то, какой понтон в отеле, вот такой вот пластиковый, грубо говоря, или деревянный, потому что по-пластиковому иногда кого-то качает, если течение, кому-то некомфортно идти. Ну, я думаю, что это все можно посмотреть на фото. То есть моя задача донести основное, какие моменты есть в плюсы и в минусы. Ну, а понтоны, я думаю, всегда можно посмотреть на фото. И буквально сейчас спросила девочек из офиса прислать стоимость, потому что не успела подготовить в пробке. Значит, например, с 20 февраля на неделю два взрослых плюс ребенок стоимость 1367 долларов за неделю. Понятное дело, эта гостиница уже при наличии плюсов, которые я перечислила, конечно, будет идти немножко дороже, чем нам привычные тысяча, тысяча сто или даже тысяча двести пятизвездочные отели, которые стоят на данный момент и просматривать в предыдущих эфирах. Поэтому, и так, хотела бы подытожить, для кого это гостиница. Мне кажется, вот тоже не люблю это, но подходит абсолютно для всех, наверное, кроме романтик. То есть для семей – да, для молодежи – да. Если вы хотите уединенно побыть вдвоем и не хочется вам тусить, тогда вам не сюда. Потому что анимация хорошая, рядом сухо, территория большая, несколько горок есть на территории Concorde Sport. Поэтому Глыва рекомендует буквально через минуту говорить как раз о спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова